Опасную находку обнаружили представители общества охраны природы в самом центре города. В аптечном переулке неизвестные оставили коробку, в которой более сотни отработанных ртутных ламп. Некоторые из них разбились, а значит опасная для здоровья человека ртуть уже попала в окружающую среду. Казалось бы, в одной лампе содержится всего 7 грамм ртути, но в отличие от градусника, в котором в десятки разы больше, там она находится в виде пара. И, соответственно, разбившись, такая лампочка, она воздействует на окружающую среду в разы просто, в десятки раз больше, чем обычный градусник. И повреждает окружающую среду, это воздух, в том числе влияет на микроорганизмы, которые распространяют вот эти ртуть содержащие пары на воду, и загрязнение идет гектарами. Опрос, проведенный представителями регионального отделения общества охраны природы, показал, ивановцы не знают, что делать с отработанными ртутными лампами и батарейками, а также недооценивают их опасность. К нам где-то в день сейчас идет порядка двух-трех обращений граждан, то есть по каждому факту мы реагируем, стараемся выезжать, фиксировать, где-то консультировать, где-то подсказывать, потому что интерес у граждан есть, то есть многие не готовы эти опасные отходы выбрасывать на полигоны, но не знают, что с ними делать, то есть мы помогаем всем. Что касается ртутных ламп, то на сигнал оперативно среагировали городские власти. Такие факты без внимания не остаются. Своей страны мы организовали сбор, в частности на переулке Аптечного дома 5, ЭКОМИР, экологическое предприятие Иванской области. Сегодня вывезет эти ртутные лампы, приблизительно порядка 150 ртутных ламп там нашли. И организует сбор, транспортировку и размещение ртут, содержащих ламп в себя во последующей утилизации. Специалисты предупреждают, ни в коем случае граждане не должны самостоятельно транспортировать или утилизировать отходы первого класса опасности. Это дело специализированных компаний. Есть две организации, которые по адресу. На Жиделево находится одна, Жиделева 21, и на Фрунзе 37. Они как раз-таки занимаются именно утилизацией, переработкой. То есть у них стоит определенное оборудование специальное. И у них есть лицензии, разрешения, допуски. Поэтому только к ним нужно везти. Но поскольку граждане могут самостоятельно транспортировать такие отходы, разбитые градусники, лампы, то нужно обращаться в свои управляющие компании. Те, которым относятся многоквартирные дома. Эти управляющие компании имеют специальные контейнеры, куда все это накапливается и уже отвозится на утилизацию. Узнать можно на нашей карте интерактивной, сайт ВУП-37. Либо же позвоните в нашу тоже организацию, 28-09-39, телефон. Ртутные лампы, конечно, уберут, но данным фактом займется природоохранная прокуратура и полиция, чтобы выяснить причастных к этому факту граждан. Любовь Почерникова, Антон Осипов, РТВ Иваново. Продолжение следует...